Блокбастеры-то у вас не появляются? Они планируются когда? Вы знаете, какая обстановка? Я не могу вам не подкорреть. Людей в кинотеатрах можно пересчитать по пальцам. Кинозал опустили, а с ними и касса кинотеатров. Голливудские новинки, на которые с охоты шли горожане вне зоны доступа уже второй месяц подряд. Часть киноманов это устраивает, но есть и те, кого возмущает. Я очень расстроился, когда отменили выход Бэтмена. Я ждал его полгода, смотрел трейлеры и очень надеялся, что его покажут и я получу позитивные эмоции от его просмотра. Но, к сожалению, этого не случилось и я беспокоен этим фактом, как и выходом всех остальных голливудских новинок. Я очень люблю старые советские фильмы, больше чем современные. Да вообще ни на чай не пошло. Не интересно. В кино не любите? Нет, не люблю. Не скучаете по блокбастерам? Не скучаю. Качество в последнее время очень плохое в зарубежных фильмах. Сейчас в кинотеатрах тренд на показ старых российских фильмов, которые пользовались популярностью в свое время. Так, менеджер по кинопрокату Татьяна Потапова рассказывает, что горожане готовы платить за просмотр на большом экране известных фильмов Балабанова «Брата, брата 2». Брата 2 – это, конечно, все хорошо, но мы это видели. Конечно. И хочется нового. Вот как вы к этой ситуации относитесь? Да, ну, безусловно, она не может радовать. Безусловно, кинозалы, конечно, будут испытывать определенный голод. Спорт, культура, кино должны быть отдельно от политики. Поэтому я думаю, что через какое-то время все вернется на круги своя. И, конечно, мы снова будем видеть те фильмы, к которым зритель привык. Мало того, что пандемия отучила людей ходить в кинозалы, так еще и санкции лишили возможности выбирать фильмы по душе. Однако специалисты Алтайского молодежного центра говорят, что сегодняшняя ситуация может стать драйвером развития российского кино, в том числе кинематографа в Алтайском крае. Кстати, совсем скоро случится важнейшее кинособытие для нашего региона – выход короткометражного фильма «Домой», работу над которым совсем недавно закончил молодежный центр. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!